Если мать еврейка группой G2, а отец русский сговорок группой R1A, то кем считать их детей? Вопрос обычный, интересный, но довольно стандартный. Дело в том, что у матери не может быть G2, это мужская гоплогруппа, у матери нет Y-хромосом, поэтому у матери другая система координат. Но даже неважно. То есть есть мать еврейка, отец русский или кто, да? Для ДНК генеалогии это не имеет никакого отношения, потому что это юридическая категория. В Израиле мать еврейка, это означает, что юридически дети являются евреями. Генеалогии не имеют ни малейшего отношения. Почему так не зря в Библии, там опять же, повторяю, Авраам, Исаак, Иаков, нет. Дело в том, что у евреев, как все знают, не только у них, но у них в частности, тяжелая была история. И поэтому было много насилия. И когда рождался ребенок, кто-то, может, отец римский легионер, может, кто-нибудь еще. А евреи все-таки надо отдать им должное. Они очень заботливые отношения к ним. И для них сам факт, что дети будут изгоями, которых не будет отца, ну, вы знаете, как в мире к бастардам относятся. К сожалению, дети сами безжалосты в этом отношении. И поэтому, чтобы этого не было, отец теперь по еврейским законам не имеет отношения. Никто отец не считается. Он родился от матери евреи, значит, он еврей. Все, он не бастард. Конечно, специалисты по евреям, если сидят и скажут, ну, ездят там мамзеры, там всякое бывает. Бывает, но это не как правило. А поэтому, почему я говорю, это категория юридическая? Это просто признан, причем уже в нашей эре, это уже Талмуд и соответствующие, так сказать, книги по законам. Это официальная категория. Повторяю, к генеалогии никак не относятся. А с точки зрения... То есть он еврей, если мать еврейка. А с точки зрения генеалогии тогда? Это... Как получается? А есть? Его нет, нет, нет. Если отец и родина, ну, он русский или еврей, неважно, родина, но, естественно, ребенок, если так оно как описывается, что не всегда гарантированно, то, естественно, он, гопалгук, проплетает эра-одина, но называть это арием трудно, потому что арии – это не эра-один-а. Арии – это, ну, понимаете, это вот известная жизнь миграции. Это же как вот, давайте я скажу пример. Приходит ко мне человек, вы знаете, у меня есть подозрение, что я Рюрикович. Ну, вот, вы понимаете, мне сделали ДНК-тест, он 1-1-1, я смотрю, похож на Рюриковича. Я говорю, вы знаете, это вас Рюрикович не делает. Рюрикович – это 40 поколений боевых командиров. Рюрикович – это не гоплогруппы. То есть она должна быть, но если у кого-то там на стороне, кто-то там пошалил, из Рюриковича родился кто-то на стороне, это вовсе не делает у Рюриковича. Поэтому Рюрикович – это статусная категория, а не генеалогическая. То же самое и здесь. Арии – это определенная группа людей. Кстати, скажите, евреи, что там слово Арии, он больше рахат и справедливо, потому что помнится нацизм, помнится арийцы. Слова, кстати, арийцы в русском языке практически нет. В научной категории это Арии, это не арийцы. Арийцы – это просто перевод с немецкого языка, у которого было Арии. Арийцы – это ОГПУ, там еще НКВД они перевели как арийцы, и стали, так сказать, были репрессии в этом отношении. Поэтому он не арий, он еврейский мальчик с гоплогруппой родина, ему обычно этого достаточно. Когда я вижу гоплогруппу по типу евреев, я могу просто моментально, потому что у них есть один фрагмент, который, он единственным, уникальный. И сразу говорю, у вас, вы потомок еврея. Туа, действительно. Туа, действительно.